Здравствуйте! Сегодня мы разберем 105-й Псалом «Перк Ковгей». Первый пасук. Год лодоной кир у вишмо, годи у ва амима лилотав. Благодарите Всевышнего, называйте имя Его, как имя Единого Бога. Возвещайте народам Деяния Его. Второй пасук. Шируло замруло сиху бихольни флеотав. Воспойте Ему, воспевайте Ему, говорите, обсуждайте все чудесные Деяния Его. Третий пасук. Гид галилу бешем кучо, и смах лев мевакшея дуной. Славьтесь, гордитесь именем Его. Да, возрадуется сердце ищущих Всевышнего. Ле галил – это прославлять. Ле гид галил – прославляться, гордиться. То есть гордитесь тем, радуйтесь тому, что Сам Всевышний – ваш Бог. Гид галилу бешем кучо. Именем святости Его. Четвертый пасук. Диршу адуной вузо. Бакшу фанав тамид. Взыскуйте. Ледрош – это искать что-то, стремиться к чему-то. Взыскуйте Всевышнего и силу Его. Ищите, просите лицо Его всегда. То есть стремитесь к Всевышнему, стремитесь узнать Его, стремитесь быть услышанными им. И выискивайте свидетельства мощи Его в деяниях в этом мире. И выискивайте постоянно доступ к Лику Его. То есть стремитесь к Всевышнему. Стремитесь, чтобы был контакт какой-то, чтобы вы чувствовали это. Пятый пасук. Помните чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и законы уст Его. То есть законоположения, которые Он установил. Шестой пасук. Зер Авраама в до. Бне Яков бехирав. Потомство Авраама. Раба Его, служителя Его. Сыновья Якова. Избранники Его. Здесь идет обращение. Перечисляется обращение. Вернее, называется «Тех, кому было обращение предыдущих псуки». То есть к сыновьям Израиля. Седьмой пасук. Гу адунай логейну бехоларец мишпатав. Он Всевышний Бог наш. По всей земле, повсюду по земле, законы Его. То есть все делается в соответствии с тем, как Он установил. То есть в том смысле, что есть какие-то нарушения, то Всевышний рано или поздно взыскивает с тех, кто их совершил, и исправляет постоянно происходящее. Потому что иначе нарушения накапливаются, наслаиваются одно на другое, и эта цепь вела бы к полному разрушению. Всевышний постоянно восстанавливает. Не всегда это заметно, не всегда это видно, но все равно постоянно есть нарушение какого-то минимального, восстановление какого-то минимального уровня справедливости в мире. Вот об этом и сейчас как здесь говорится. Восьмой пасук. Он навеки запомнил, то есть хранит в памяти завет, заключенный им, то, что он повелел тысячи поколений. Девятый пасук. Ашер карапед Аврагам ушва то ли Исхак. Который, то есть завет, который он заключил с Авраамом, и клятва его Ицхаку. То есть подтверждение этого завета, подтверждение, что завет, заключенный с его отцом Авраамом, относится к нему, его потомству, Ицхаку. Обычно еще практически всегда пишется имя Ицхак, Сцади. Здесь это единственный случай с Санехом, Ицхак. Корень синхэтков – это вариант корня Цади хэтков. То есть лицхок и лицхок – это, в принципе, одно и то же. Это фонетический вариант того же корня. В дальнейшем, особенно в современном языке, эти два варианта несколько разошлись и являются своеобразными синонимами. Цохек – смеяться, цохек – забавляться. Лецахек – в общем-то тоже забавляться, высмеивать в современном языке. А лецахек – это играть, то есть забавляться, играть. Значит, в современном языке фактически эти два корня представлены в беньяне пааль – лицхок, смеяться, цаде, а в беньяне пиэль – лецахек. Играть – забавляться с синон. Мисхак – игра. Но, в принципе, изначально, значит, в классическом иврите это два фонетических варианта одного и того же корня. Цаде – это обычный вариант, а син гораздо более редкий. Десятый пасук. И он установил, Всевышний установил ее, имеется в виду клятву, брит, заключенный с Авраамом, слово брит женского рода, и клятва швоа женского рода, заключенный с Исхаком. Он установил это Якову как закон, то есть упрочил в трем праотцам, все это было упрочено с тем, чтобы это уже осталось на все поколения их потомков – Авраам, Ицхака и Якова. Итак, значит, упрочил и установил для Якова как закон, для Израиля как завет вечный – брит-олам. Одиннадцатый пасук. Лемор. Леха и тен эт эрецкнаан хевернах латхэм. Сказать, дабы сказать лемор – это старинная форма глагола… Старинная и одновременно правильная форма инфинитива – глагола Омер. Омер говорит, лемор по всем правилам нужно было бы сказать. В современном языке укоренилась неправильная форма времен Мишны – ломар, под рифмус неправильной формы будущего времени. Омер говорит, йомар скажет, под рифмус будущим временем возникла форма ломар. Значит, эта форма неправильная, а в языке, в танахе, употребляется именно форма лемор. И одновременно, значит, она, кроме, значит, инфинитива этого глагола, она является своеобразным таким вводным словом прямой речи, цитирования. Он сказал следующее, вот это вот русское следующее, двоеточие, в еврейском соответствует лемор. Гу, дибер и то лемор. Он говорил с ним, говоря, то есть произнеся следующие слова. Вот это лемор соответствует введению прямой речи. А здесь это в самом начале, в самом начале пасука, поскольку это является продолжением предыдущего пасука, как бы мысль предыдущего пасука. Итак, значит, лемор установил Всевышний Завет, говоря, как бы, чтобы сказать, говоря, «Тебе дам я землю в нам, область удела вашего». Слово «хевель», буквально это веревка, используется в переносном смысле слова, как некий участок. То есть то, что можно было веревкой промерить, как-то отметить, разметить, что-то, видимо, происхождение такого плана. И впоследствии, значит, этот участок стал все больше и больше вырастать. И в итоге, значит, слово «хевель» метафорическое стало означать даже большой участок. Не маленький, который можно реально обнести веревкой какой-то, промерить. То есть верфь такая, или обмер, можно сказать. Вот, если можно было бы так сказать, обмер удела вашего. То есть участок, территория. Воксинальность слова «территория», опять же. Вплоть до целого даже края какой-то области большой. «Хевельнахладхэм». Двенадцатый пасук. При том, что они были немногочисленные и еще немного, и вот-вот они уже, значит, поселились в этой земле в ней. То есть «бигьотам» при их бытии, будучи, то есть когда они были немногочисленные, это относится к сыновьям Якова, естественно, и библейским временам. «Бигьотам метэй миспар». «Метэй», «мет» — это «умершие». Одновременно он еще «смертный». То, что по-русски называется «смертный» в переводе. «Метэй миспар». Небольшое их количество было. «Кинатве гаримба». То есть едва ли они не поселились в ней. То есть сыновья Якова, находясь, живя в Исраиле, считали, что они уже здесь окончательно находятся. Ну, им предстоял, значит, Галут Мицраем. Они об этом не знали. Поэтому об этом сказано. «Кинатве гаримба». Почти что они уже обрели свое пристанище, свой удел. Тринадцатый посуд. «Ваид галхуми гоэль гоэль, мимамлаха иль амахэр». Но, тем не менее, произошло по-другому. Планы Всевышнего были другими. «И они пошли сыновья Якова из народа в народ». То есть речь идет о Галуте. «Ваид галхуми гоэль гоэль гоэль». «Из одного царства, государства в народ иной». То есть им суждено было пережить Галут в Египте. «Поселиться среди другого народа». То есть тема этого псалма, кстати говоря, в основном, это именно речь идет о Галуте Мицраем и выходе из него. Такой, как бы, параллельно Агадаш и Песах. Такой вот идет рассказ. О выходе из египетского изгнания. Входе и выходе оттуда. Четырнадцатый пасук. «Логиниах Адам леошкам. Ваёхах алейхем лахим». Не позволил он никому, ни единому человеку угнетать их. И ваёхах, то есть наставил строго, значит, дал назидание по их поводу царям. «Лаошок» — это ущемлять. Не столько угнетать, угнетать тоже может быть ущемлять. Пользоваться стесненным положением и эксплуатировать. «Ошек» — эксплуатация. Значит, не позволил эксплуатировать их. «Логиниах» — не пустил эксплуатировать. И, значит, то есть речь идет о начале египетского изгнания, когда сыновья Якова и его семейство было окружено почетом. И семейство приближенное к двору фараона. Пятнадцатый пасук. И дальше, значит, идет вот как бы текст такой. Текст этого предостережения царям. «Альтик увим шихай, виленвяй аль тареу». Вот эти псуки относятся к передвижению, по всей видимости, к нахождению в Иеруси Сраэль. То есть они уже вроде бы у себя дома, тем не менее, значит, в стране ханаанской, где властвуют другие народы. Потому что дальше непосредственно уже идет спуск в Египет. Так что это общая идея, что как бы дома и не дома, вот так вот можно сказать. Поэтому это, скорее всего, речь идет о властителях земли ханаанской. И вот обращены к ним слова. «Не трогайте помазанников моих и пророков моих, пророкам моим зла не делайте». А вот здесь уже начинается голод, который приведет в Египет. «Возвал Всевышний», то есть призвал голод на землю, то есть объявил «Ваикра Раав». Эта идиома означает, значит, со стороны Всевышнего, значит, назначил голод, навел голод на землю. «Коль мате лехем шавар». «Мате» — это посох, то, на что опираешься. «Мате лехем» — это хлебный посох. Значит, сломал всякий хлебный посох, то есть всякую опору. «Лишил пропитания». Не урожай, не урожайные годы, значит, лишил пропитания. «Коль мате лехем шавар». Семнадцатый посох. «Шалах лиф не гем иш, ле эвед ним кар Йосеф». Но до этого еще как бы заранее Всевышний позаботился о выходе из этого тяжелого положения. Послал он перед ними заранее человека. В рабы был продан Йосеф. Известная история о продаже Йосефа в египетское рабство за много лет до начала этого голода. Восемнадцатый послуг. «Инува кевель рогло, барзель ба анафшо». «Мучили кандалами ногу его». «Металл достиг души его». Вот так вот, если буквально перевести. «Кевель» — это цепь, кандалы. «Кевель квалим». В современном языке «квалим» — это тросы. И так, в частности, называется телевидение. Тросы. Металлические канаты, тросы. Но в классическом языке это именно, значит, кандалы. Пишется Йод здесь. Пишется, как будто бы «рогла» в тексте. Этот Йод не читается. Читается О. То есть, как бы, не ноги его, а одна нога читается. «Инува кевель рогло». Значит, душа его, как бы, попала в железо. Как будто бы «бэ варзель», можно сказать, тоже. «Бэ варзель ба анафшо». В железо пришла, попала душа его. То есть, он терпел большие неудобства от оков, которыми он был скован. Девятнадцатый послук. «Ад эт ба дворо имрат адоной црафатху». До поры, до времени, пока не пришло дело его, слово, адресованное ему. То есть, пока не сбылось слово, адресованное ему, замысел с ним связанный. И тогда слово Всевышнего его очистило. Йосеф предназначен был в роли руководителя духовного, еврейского народа и делал работу текуна в Египте, исправлял ситуацию в Египте, готовил народ к получению тары. Это, в общем, очень серьезное знание, которое, значит, является комментарием книги «Бытия», к рассказу о деятельности Иосефа в Египте. Просто в данном контексте лишь упомянуть можно о них. И для этого ему необходимо сначала было самому очиститься, пройти собственное духовное исправление, очищение. И вот с этим связана, по сути своей, причина, внутренняя причина попадания, продажи его в Египет. И двенадцатый лет, который он провел в темнице, когда, значит, все это закончился, его такой вот текун, слово Всевышнего, адресованное ему, очистило его. То есть Всевышний сказал, что все, он готов к исполнению своей роли, он может выйти из темницы. Вот это имрат аданой црафадху. Имра – высказывание от слова омер. Имрат хашем црафадху. Лицров – это очистить, как правило, употребляется по отношению к металлу. Очистить от примесей золото, серебро. Отсюда цореф – ювелир. То есть тот, кто очищает металл. Цореф. И в духовном смысле слова. Тоже, значит, как метафора. Эмуна цруфа – чистая вера. Слово Всевышнего очистило Юсефа от примесей. Црафадху. Царфауто црафадху. Значит, пока не пришло, пока не наступил его час. Не наступило время его дела. От эт ба дворо. 20-й послуг. Шалах мэлех вайтирэгу. Мошэ ламим вайфатхэгу. Послал царь и освободил его. Снял с него оковы. Правитель народов вызволил его, скажем так. Значит, по пшату речь идет о фараоне. Фараон – известная история, конечно, мы знаем из книги Батия. Значит, фараон дал приказ освободить Юсефа. Фараон, он же правитель народов. А по рэмезу речь идет, конечно, о Всевышнем. Шалах мэлех, сам, значит, царь Всевышний, направил своих посланцев, дабы они развязали Юсефа, лэгациры – это развязываць буквально. Отсюда и разрешать, приносный смысл слова. Мутар – развязанное, разрешено. Значит, шалах мэлех вайтирэгу, развязал его. Мошэ ламим, тоже речь идет в данном случае о Всевышнем по рэмезу. Вайфатхэгу. Лифтох – это открывать, лэфатэх – это дать ему возможности раскрыться. В данном случае намек на то, что после того, как он явился ко двору фараона и разгадал его сны, и дал ему план, значит, того, как необходимо бороться с наступающим голодом, стало всем очевидна особая духотворенность, особая роль, которую, значит, Юсеф может играть в этом мире, его особые способности. Вот на этом намек слово лэфатэх. Лэфатэх – развить, дать, как бы, выход его внутреннему потенциалу. Вайфатхэгу. Двадцать первый послук. Само адон лэвэйто у мошэль бахоль киньяно. Сделал его господином дома своего и управляющим во всем ему принадлежащем, всем имуществом его. Киньян – от слова «ликнот» – приобрести. Киньян – это приобретение, принадлежность, имущество. В данном случае речь идет, опять же, о фараоне параллельной, о Всевышнем. Двадцать второй послук. Лэсор сараф бенавшо узкенав я хакэм. Дабы он мог подвергнуть заключению вельмож его и старцев его, мудрецов его умудрить, наставить. Речь идет по Пшату. Речь идет о том, что фараон дал чрезвычайные полномочия Иосефу. А по Ремезу, когда речь идет о Всевышнем, царь и правитель народа Всевышний, то это намек на историю Иосефа и его братьев. То есть Всевышний дал ему возможность его вельмож, то есть брать избранника Всевышнего, сыновей Якова, подвергнуть заключению. То есть история, мы знаем, подробности, значит, с братьями дал ему, значит, возможность такую. А братья при этом его не узнавали. То есть была полная возможность устроить вот это испытание для очищения уже всей своей семьи, текуна, своих братьев. И, значит, у его мудрецов, мудрецов Всевышнего, имеется в виду сыновья Якова, я хакэм, умудрить, проучить, умудрить. Двадцать третий посук. «Воевой Исраэль Митраим, вояков гар ба эрец хам». То есть речь идет именно уже о приходе в египетский Галут. Пришел, значит, Исраэль, народ Израиля, и сам Исраэль, значит, отец, и все его семейства в Египет. И Яков жил в стране хама, то есть в стране сыновей хама. Двадцать четвертый посук. «Ваяфер этамомеот, вояцимегу мицарав». И Всевышний, значит, размножил, расплодил народ свой весьма и сделал его, укрепил его, и сделал его еще сильнее, чем притеснители его, не другие его. «Лифрод» — это плодиться, «приплод». «Легафрод» — «Легафрод» в Египеле — дать возможность плодиться, расплодить. А форма, значит, будущего времени после... Значит, форма Яфре он это сделает, а форма побудительного залога Ефер — да сделает, да расплодит. И, соответственно, после «Ва» переворот на вас, а «Ва Ефер». То есть это глагол «Легафрод». «Ва Ефер» — это «момеот». «Легаацим» — от слова «ацум». «Ацум» — это «мощный», «Легаацим» — сделать «мощным». «Мицарав» — «цар» — это «притеснитель». От слова «цар» — узкий, притеснитель — «недруг». 25-й послуг. «Гафахлибам лесноамо» — «Леитнакэль баавадав». Начинается, значит, усиление галута египетского тяжести. «Гафахлибам», то есть «вышний» перевернул сердце их, египтян. «Лесноамо» — «возненавидеть народ свой», «возненавидеть евреев». «Леитнакэль баавадав». «Леитнакэль» — строить козни всякие. Обманывать козни. «Нохэль» — это «мошенник» в современном языке. «Леитнакэль баавадав». Козни строить рабам его, то есть рабам Всевышнего. «Леитнакэль баавадав». Сначала, значит, приняли с почетом большим сыновей Якова, а потом начали, значит, изменилось отношение и начались потеснения. Двадцать шестой пасук. «Шалах Моше Авдо, Аарон Ашер Бахарбо. Послал он Моше, служителя своего, Аарона, которого он, Всевышний, избрал». То есть постепенно речь идет уже о выходе из Египта начинается. Подготовка к этому выходу. Двадцать седьмой пасук. «Саму вам діврей ототав. Умуфтим беерецхам». Положили они в их среде, среди них, бам, в них буквально, діврей ототав. Знаки его, знаки Всевышнего. Діврей ототав. От это знак. Діврей ототав. То есть то, что связано со знамениями, знаками. То есть речь идет о тех знамениях, которые Моше продемонстрировал перед сынами Израиля. Как знак того, что Всевышний послал его и что он намерен вывести народ из египетского рабства. Умуфтим беерецхам. А знамения всеческие. Знаки, значит, среди евреям. А знамения в земле хама, в земле, значит, потомка Ноаха хама, сыновей хама. Это уже, значит, казни египетские, значит, знамения, адресованные египтянам. И дальше они перечисляются. Не в том порядке, в котором они даются в Тае, а в другом. Значит, есть свои каванут при этом. Те же 12, значит, казни, но в несколько ином порядке. 28-й послук. Шалаххоших ваяхших. Веломару эт дворо. Послал Всевышний, наслал тьму и сделал, значит, тьму в египте. Затемнил ваяхших. Веломару эт дворо. И не в состоянии они были упорствовать, строптиво себя вести по отношению к слову его. Значит, пишется тоже с йодом, читается без, пишется как бы двора в дворо. Читается дворо. Лимрот – это вести себя, значит, строптиво, строптивица. Лимрот. Отсюда слово лимрот, лягамрот, гефилю, отсюда ламрот, вопреки этому, несмотря на это, ламрот, значит, самый предлог ламрот, он связан с этим корнем. Двадцать девятый пасук. Гафахет мемегем ледам, ваяметет дгатам, превратил Всевышний их воды, воды египтян, в кровь и умерщвил рыбу их. Дага – это как бы такое собирательное дгатам, всю рыбу их. Лягамит умерщвлять. Тридцатый пасук. Шарат отцам сфарды им, бехадрейм алхеем. Закишела земля их, воскишела земля их лягушками, вплоть до покоев, комнат царей их. То есть, всюду все заполнилось лягушками. Значит, вот это одна за другой перечисляются казни. Ну, в порядке несколько ином, чем это приводится в книге Шмот. Тридцать первый пасук. Амар ваеву аров, киним бехоль гвулам. Сказал Всевышний и пришел, и нашло нашествие смеси, мешанины, то есть, разных видов, стаи хищников, перемешку. Мы знаем, аров. Буквально это слово леарев смешивать, мешанина такая, смесь хищников разных видов, стаи, нашествие стаи. Киним, это вши, бехоль гвулам. По всем границам их, то есть, по всем пределам их. Всюду, значит, вши появились в земле египетской. Тридцать второй пасук. Натан гишмегем барат, эшлегавод бе арцам. Сделал дождь, который выпадал в Египте, градом, то есть, пошел град, несмотря на то, что была весна, жаркое время, пошел град. Натан гишмегем барат, эшлегавод бе арцам. Огонь, огонь пылающий в земле их. То есть, это казнь называется барат, когда выпадал и дождь, и там был, значит, выпадал, смесь шла града одновременно и огня. И то, и то, одновременно обрушивалось на землю. Тридцать третий басок. Ваях гафнам утеянатам ваишабер эцгвулам и побил их лазу виноградную и смокву их, инжир, и разнес в дребезге на куски, разнес на куски деревья в их пределах. Ваях, слово лэгакот, бить, форма яке будет бить, а ях это форма побудительного наклонения, при котором конечный гласный пропадает, гей, и получается ваях, ну и дагеш выпадает, соответственно, в конце слова. Ваях, гафнам, гефен, гафнам, утеянатам. Эцгвулам, деревья пределов их, то есть растущие в их пределах. Тридцать четвертый пасук Амар ваево арбе веелик веен миспар сказал и нашли пришла, налетела саранча, арбе саранча, елик, другой вид саранчи, несколько видов было, ваелик веен миспар и нету и нестему числа. Этому всему стаим саранчи. Тридцать пятый пасук И съела, поела саранча всю траву в их земле и поела плоды земли их. Тридцать шестой пасук И побил он, поразил Всевышний всякого первенца в их земле, начало, начаток, начало всей силы их. Он это сила, такой в классическом иверице встречается именно в Танахе, решит лехол онам, начаток всей силы их, всей силы народа, значит, в первенцах она. И они были поражены. Тридцать седьмой пасук И вывел он их с серебром и золотом и нету в связи племен его, среди колен его, то есть колен Израиля, колен Израиля, который является коленами Всевышнего, и нету, значит, среди народа его кошель хромающего, спотыгающегося, хромающего. Кошель хромать. То есть все были в силах, в здравии, даже те, кто раньше болели, все были исцелены, и вышли они, значит, полные сил из египетского рабства. Тридцать восьмой пасук. Самах Митсраем бецитам кинафаль пахдам лейхем. Обрадовался Египет, когда они выходили, при выходе их, то есть евреев, ибо напал страх их на них. То есть вследствие всех этих удивительных совершенно и грозных событий, которые произошли в ночь выхода из Египта. Значит, египтяне были рады, что закончилась эта полоса этих ужасных казней. Тридцать девятый пасук. Пара санан ле масах ве эш ле гаир лайла. Простер он облако завесой, завесой, занавесом завесой, и огонь сделал, дабы освещал ночь, дабы светить ночью. Мы знаем столб облачный, амут геанан, столб облака, и амут эш, столб огня. Днем столб облачный, а ночью столб огня, сопровождавший движение народа в пустыне. Сороковой пасук. шаал ве ве слав ве лехем шамаем езбиэм попросил он, и Всевышний привез слав. Обычно переводится перепела, какая-то съедобная птица, значит, вот, обычный перевод современный перепела, слав. И хлебом небесным насыщал их. Ну, здесь, значит, намек на ману небесную, ман, лехем шамаем, хлеб с неба, значит, ману небесную, язбиэм, савэ сыты, лэгазбэ насыщэць. Сурок первый пасук. Патах цур ва язувумаэм, галху бацэйот нагар. Открыл он скалу и потекла вода. Истощил, истощил воду, как бы, из скалы. И пошла она по пустыне рекой. Цур это скала, лазув это источать, выходить наружу жидкости лазув. Галху бацэйот нагар. Цэйот это, значит, в Танахе означение пустыни. Один из синонимов. Места пустынные, цэйот. По пустынным местам бацэйот они, значит, эти воды из скалы пошли, как река. Сорок второй пасук. Кизахары двар кодшо это врагам авдо. Ибо помнил он Всевышний слово святости своей, которое сказано было Аврааму служителю его. То есть Брит завет. Сорок третий пасук. Ва йо цэамо вэсасон бэрина эт бэхирав. И вывел он народ свой с ликованием, в ликовании, с песней радостной избранников его. Лифхор избирать, бахир избранник. Сорок четвертый пасук. Ва йтэнла гэмарцотго им ва амалы умим и рашу. И дал он им земли народов, то есть земля ханаанское последствия привел, и они унаследовали труд народов других. То есть речь идет о том, что богатство ханаанских народов достались сынам Израиля. Амаль то, что они делали, плод их труда, амаль леумим этих народов, нации, и рашу. Яруша наследие, яраш унаследовал, ларешет, в будущем времени ираш, иршу унаследует, а сов пасук паузальная форма ирашу. И последний сорок пятый пасук баавур ишмиру хукав веторатав инцору аллилуйя дабы они соблюдали законы его и наставления его хранили аллилуйя во славце Всевышнего. Баавур дабы для баавур ишмиру хукав Тора это наставление мы знаем лагород это наставлять Тора наставление то есть поэтому как бы во множественном числе мы обычно говорим Тора имея ввиду наставление вообще в целом все а здесь какие-то отдельные конкретные наставления каждый из них значит веторатав инцору линцор хранить синоним к слову лишь мор и заканчивается значит аллилуйя на этом мы закончим рассмотрение 105-го псалма